Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В последующие 15 минут будем говорить исключительно о желто-зеленых. Меня зовут Лев Коновалов и это программа Кубань-Арена. Итак, смотрите сегодня. Показали характер, как желто-зеленые спасли контрольный матч на морально-волевых. Холодный душ от Чехов, почему клуб «Сброевка» надолго запомнится краснодарским болельщикам. Ногами в Турции, мыслями в Сочи, за кого будут болеть футболисты Кубани на зимней Олимпиаде. В то время как на родине, внимание большинства любителей спорта было приковано к старту Сочинской Олимпиады, у футболистов Кубани на сборе в Турции выдался по-настоящему ударный день. С интервалом всего в несколько часов в желто-зеленом предстояло провести сразу два спарринга. Соперником по первому утреннему матчу стал чешский клуб «Богеймин» с 19.05. На поединок с одной из старейших команд Европы Виктор Гончаренко выставил экспериментальный состав, дав поиграть футболистам молодежки и потенциальным новичкам, что, понятное дело, не могло не сказаться на результате. Уже в дебюте матча чехи воспользовались ошибкой кубанской обороны и вышли вперед. А в начале второго тайма и вовсе удвоили свое преимущество. Глупая потеря мяча в центре поля привела к выходу 1 на 1. Голкипер отважился выйти за пределы штрафной, попытался сыграть ногами, но был обыгран. Как следствие, мяч забивался уже в пустые ворота. Впрочем, такое развитие событий «Желто-Зеленых» вовсе не надломило. Виктор Гончаренко произвел своевременные замены, что быстро дало свои плоды. Уже через несколько минут кубаню удалось сократить отставание в счете. Потенциальный новичок «Желто-Зеленых» Манделла в штрафной осветрился освободиться от опеки защитника и нанести мощнейший удар по воротам. Голкиперу удалось его отбить, однако мяч отскочил к арсену Хубулова, который повторным ударом заставил «Богейминс» капитулировать. Но на последней минуте матча «Желто-Зеленым» удалось и вовсе сравнять счет. Сделано это было со штрафного. Хубулова выполнил подачу в центр штрафной, откуда Мельгареха головой поразил цель. Помятуя о том, сколько голов со стандартов на последних минутах кубань напропускала в этом сезоне, отрадно, что «Желто-Зеленые» наконец-то научились отвечать соперникам той же монетой. Итог встречи 2-2. Боевая ничья, доказавшая, что с характером «Желто-Зеленых» все в порядке. Мы долго раскачивались в первом тайме. Как-то не хватало нам концентрации на первых минутах. Ну, наверняка вот то, что молодые игроки, когда получают нагрузки, они где-то вот в таких моментах теряются с командой, которая более опытная, скажем так. Но мне понравилось, как мы отреагировали во втором тайме, что при счете 2-0 мы нашли в себе силы пойти вперед. И доволен тем, что мы проявили не только характер, но и то, что мы на тренировках просили, то есть каким образом мы преодолевали соперника, мне это понравилось, по большому счету. Впрочем, долго анализировать поединок с «Богейменцем» в «Желто-Зеленых» попросту не было времени. Ведь уже вечером того же дня им предстоял еще один контрольный поединок. На этот раз против команды «Сейница», представляющей элитный дивизион чемпионата Словакии. На этот поединок Виктор Гончаренко выставил состав, близкий к тому, что принято считать основным. Одно только появление в воротах Александра Белиного красноречиво говорил о том, что в ворота Кубани будет распечатать крайне затруднительно. Ожидание не обманули. Класс игроков краснавской команды оказался заметно выше, а потому именно они раз за разом организовывали в ворот Словаков по-настоящему опасные моменты. Уже в дебюте матча Ибрема Бальдеврова со штрафной и с острого угла едва не прошил вратаря насквозь. Увы, Галкипер успел сомкнуть ноги, отбить мяч на угловой. Неплохой шанс для того, чтобы открыть счет, был и у Велина Попова. Болгарин хлестко пробил слета по отскочившему от газона мячу, правда, подвела точность. Снаряд пролетел в нескольких метрах от дальней штанги. Словаки, между тем, также в обороне не отсиживались временами размина Александра Белинова в меру опасными ударами. Однако все их атаки не таили в себе и десятой части той опасности, которыми обладали кинжальные выпады желто-зеленые. Один из них вскоре и увенчался голом. На 32-й минуте Козлов, прострелом с правого фланга, дошел в штрафной площади Попова, и болгарский хавбек с близкого расстояния отправил мяч в сетку. Атака вышла поистине образцово-показательной, настолько, что пересматривать ее хочется снова и снова. Отметим действие Ибраима Бальде, который не пожадничал и пропустил мяч на Попова, который находился в более выгодной позиции. Под занавес первого тайма Кубань вполне могла забить и второй мяч. На хорошей для удара позиции оказался Арсен Хугулов. Однако его выстрел пришелся рядом со штангой. На перерыв команды такой ушли со счетом 1-0 в пользу Кубани. Однако ни игроков, ни тренерский штаб ни на секунду не покидал мысль о том, что свой потенциал в этой встрече желто-зеленые не использовали даже наполовину. Очевидно, во время 15-минутного отдыха Виктору Гончаренко удалось доходчиво указать подопечным на их ошибки, потому что, едва выйдя на поле, краснарцы тут же удвоили свое преимущество. Ловкая комбинация с участием Бальде и Хугула вывела на ударную позицию Игнатьева. Хавбек просто не имел права не воспользоваться таким подарком, а потому буквально расстрелял голкипера, не оставив тому ни единого шанса. Но уже в следующей атаке желто-зеленые показали что-то очень похожее на стиль каталонской Барселоны. Когда соперник уступает в классе, почему бы и не потренировать тотальный контроль мяча в условиях, максимально приближенных к боевым? На протяжении более чем минуты краснарцы совершили едва ли не полтора десятка точных передач на половине поля соперника. Причем их итогом едва не стал третий гол. Однако Бальде изящной скидкой и пяткой от партнера воспользоваться не сумел и пробил выше ворот. Временами, несмотря на товарищеский статус матча, на поле имела место и самая настоящая грубость. Ворвавшегося в штрафную Игнатьева, защитник словацкой команды бесцеремонно подтолкнул сзади и уронил на газон. Судья мотив для назначения пенальти не увидел. Но куда обиднее было то, что Хавбек на родном месте мог получить серьезную травму и выбыть на неопределенный срок. К счастью, обошлось и Владислав смог продолжить матч. За такое не джентльменское поведение желто-зеленые соперника едва не наказали. Активный прессинг на чужой половине поля привел к тому, что словаки потеряли мяч у самой штрафной. Последовала обостряющая передача на Попова и скидка на Бальде. Но синегалец момент запорол, в очередной раз не сумев попасть в створ. Будем надеяться, что всю свою голевую нефартовость и Брэйма оставит на сборах и в официальных матчах будет нас только радовать. Под занавес матча словакам удалось как следует огрызнуться. Игрок под номером 6 неожиданно показал, что обладает ударом по силе и непредсказуемости немногим уступающим выстрелом Роберта Карлоса в лучшие годы. Для краснодарцев это было хорошим тревожным звоночком и напоминанием. Тереть концентрацию на последних минутах опасно даже с не самым сильным соперником. Максим, Влад Игнатьев попросил о нем что-то сказать. Скажи, как сегодня Влад Игнатьев играл? Влад Игнатьев сегодня очень неплохо играл. Очень старался. И еще до игры мы как-то так перекинулись парой фраз. Он был прям серьезно настраивался. Так, если честно, редко бывает такой настрой прям чересчур боевой для товарищеской игры. Поэтому молодец, хорошо играл, в принципе, как и вся команда. С чем я поздравляю всех. Когда изнуряющий игровой день был наконец закончен, футболисты Кубани заспешили к телевизорам смотреть церемонию открытия 22-х зимних Олимпийских игр. Несмотря на то, что от сочинского стадиона Фишт желто-зеленых отделяли сотни километров, за ходом Олимпиады они намерены следить самым тщательным образом. Что касается Олимпийских игр, я всегда смотрю их. Очень люблю летние игры. Самые интересные для меня виды спорта – это бег на 100 и на 200 метров. А для Краснодарского края, я думаю, огромная радость принять у себя зимние игры. Это большая удача для страны и для региона. Русские всегда любили делать масштабные проекты и всегда отличались большой серьезностью в их выполнении. Особенно тогда, когда они этого хотят. Я уверен, что в Сочи все пройдет просто замечательно. Между тем, за просмотром Олимпийских баталий, желто-зеленые ни на секунду не забывали и о собственных задачах. Уже 10 февраля им предстоял следующий контрольный матч. На этот раз соперником выступил еще один представитель чешского футбола – клуб «Сбраевка» из города Брно. Состав желто-зеленых в этой встрече представлял из себя сплав опыта и молодости. Наряду с Армашом, Жавнерчиком, Клисовым и Букуром на поле вышли Пинчук, Букея, Якуба и Буэна. Увы, начало для желто-зеленых получилось обескураживающим. Уже на четвертой минуте матча чехи воспользовались ошибкой обороны Кубани и открыли счет. С мощным выстрелом из-за предела штрафной Эдуард Байчура сумел справиться, однако не самым удачным образом, отпив мяч прямо перед собой. В результате первым на добивание оказался игрок в красной футболке, который с нескольких метров без труда расстрелял ворота. Не менее обескураживающий начался для желто-зеленых и второй тайм. Буквально в первой же своей атаке чехи сумели заработать пенальти. За нарушение штрафной площади с поля был удален Бугаев, правда его вскоре заменил Лобкарев. Байчура же справиться с 11-метровым не смог, хотя и верно угадал направление полета мяча. Увы, удар оказался слишком сильным, и снаряд буквально прошил руки нашего голкибера. Так счет стал 2-0 в пользу Збраевки. Но вскоре в ворота Кубани влетел и третий мяч. Защитники позволили чехам беспрепятственно навесить с фланга. В результате Маркович практически в центре штрафной принял мяч в гордом одиночестве, успел его подработать и пушечно пробить под самую перекладину. Желто-зеленые долго переглядывались, пытаясь найти виноватого, но делали это абсолютно зря. За данный эпизод абсолютно всем, выражаясь студенческой терминологией, большой жирный неут. Впрочем, чехи не унимались и продолжали атаковать. Да так усердно, что желто-зеленые почему-то перешли на откровенную грубость. Безлихотно в центре поля схватил соперника за футболку и вместе с ним рухнул на газон. Однако судья позволил продолжить атаку, в результате сбивать оппонента куда более жестким приемом пришлось уже на подступах к штрафной. Конечно, нервы нервами, но действия этих красноарских футболистов явно не украсили. А потому и наказание последовало незамедлительно. Опасный штрафной чехи успешно воплотили в гол. Мяч был закручен аккуратно в самый нижний угол в стиле Дэвида Бэкхэма, так что у Байчур попросту не было шансов. И лишь при счете 0-4 желто-зеленые нашли в себе силу встрепенуться и все-таки найти ключи к воротам чешского голгибера. Безлихотно в шикарном весом с фланга нашел штрафную Букура, которому и удалось размочить счет. Примечательно, что мяч после его удара сперва стукнулся в одну штангу, затем и облезал другую, уже находясь за ленточкой, а после выскочил в поле в руки вратарю. К честью арбитр все разглядел верно. Снаряд пересел к линию, а значит голу быть. Впрочем, сильной радости футболистам Кубани это не принесло. Счет 1-4 в поединке с не самыми сильными чехами больно бьет по самолюбию, даже если матч товарищеский. Наша молодежь получает игровую практику, хотя, конечно, у нас сегодня Тлисов, Армаш и Букура играли в составе, но против таких соперников нужен опыт. И опыт для того, чтобы в дальнейшем противостоять и знать, каким образом играть. Значит, мы получили этот опыт. Думаю, что в следующей игре против таких вот команд, против такой тактики мы будем лучше. Между тем, второй турецкий сбор желто-зеленых плавно подошел к своему логическому завершению. Его финальной точкой стал заключительный контрольный матч против румынского клуба Петролу. Желто-зеленые начали, как говорится, с места в карьер, буквально сразу обрушив на ворота Петролова шквал опаснейших атак. Оборона соперника трещала, но сдерживала натиск. Правда, не всегда методы румын были корректными. Так, в одном из эпизодов защитник грубым образом нарушил правила на Бальдей, наш нападающий был вынужден покинуть поле уже в самом начале поединка. Судить о серьезности этой травмы пока сложно, но, судя по послематчевому комментарию Виктора Гончаренко, по предварительным оценкам ситуация не самая приятная. У пули точный диагноз медики сформулируют сразу после тщательного обследования футболиста. Несмотря на потерю своего главного нападающего, желто-зеленые не утратили своего атакующего пыла и были близки к тому, чтобы открыть счет. Так Игорь Ромаш сумел виртуозно переиграть своих оппонентов на втором этаже и головой переправлял мяч под самую перекладину. Лишь мастерство голкипера спасло Петролу от верного гола. Тем обиднее, что едва ли не единственная по-настоящему голевая атака румын оказалась результативной. Причем ворота краснодарцев поразил не кто-нибудь, а знаменитый Адриан Муту. Тот самый, что не так давно выступал за Челси и Фиорентину, а ныне вернулся доигрывать к себе на родину. Итог 0-1 в пользу Петролу. Кубань завершает второй турецкий сбор на не самой мажорной ноте. С не очень хорошим настроением мы завершаем. Все-таки запоминается последнее. И думаю, что в тот момент, когда мы перехватили инициативу, оказалось вот-вот забьем. Ну так часто бывает, что пропускаешь сам, потому что у нас было достаточно предпосылок для того, чтобы забить. К сожалению, футбол не прощает тех моментов, которые ты сам не реализовываешь и, соответственно, можешь любой момент пропустить. Ну а так, что касается сбора в целом, то в хороших условиях поработали, на хорошем поле. А достаточно хорошую работу мы выполнили. Поэтому у нас есть еще сбор третий для того, чтобы мы поправили немножко атаку. Потому что, ну, не понравилось то, что и в ословии, и сегодняшний наш соперник, мы не забили все-таки. Когда играешь на ноль, тогда всегда риск того, что можешь пропустить свой. На этом пока все. О самых свежих новостях из стана желто-зеленых расскажем в следующий раз. Это была Кубань-Арена. Увидимся ровно через неделю. Кубань-Арена.